Сейчас вспомните себя самого. Вы ведь довольно часто делаете какие-то вещи, которые идут вразрез с вашими жизненными ценностями, мотивами, из-за чего за долгие годы жизни вы обрастаете привычками, которые не только не приносят вам никакой пользы, но также вредят вашей жизни. Что это за привычки? Привычка постоянно жить прошлым. Нужно понять одну важную вещь. Ваше прошлое уже закончилось, и вернуть его никак не получится. Соответственно, нет никакого смысла постоянно в нем находиться. Единственное, чем ваше прошлое может быть полезно для вас, это опытом, который вы можете извлечь и применить в будущем. В будущем, который нужно формировать уже сегодня, делая то, что в ваших силах. Привычка постоянно жаловаться. Жаловаться на людей, жаловаться на события, жаловаться на жизнь. Посмотрите вокруг. Сейчас эта привычка стала настолько распространенной и повсеместной, что ее уже никто не воспринимает за что-то плохое. Непрекращающиеся жалобы со временем начинают перестраивать ваш мозг, чтобы сделать будущие жалобы более вероятными. Через некоторое время вы понимаете, что быть негативным намного легче, чем позитивным, независимо от того, какие события происходят вокруг вас. Жалобы становятся частью вашего повседневного поведения. А это самым негативным образом влияет не только на ваше психическое здоровье, но и на то, как вас воспринимают окружающие люди. Привычка постоянно обижаться. Мы, почти того не замечая, постоянно на что-то обижаемся. На людей вокруг, на себя, на судьбу. В чувстве обиды мы ищем способ уничтожить уже свершенную несправедливость. Мы думаем, что чем старательнее мы будем страдать, пребывая в состоянии обиды, тем быстрее произойдут какие-то чудесные изменения и откуда-то возникнет награда за самопожертвование. Но давайте посмотрим на все это объективно. Никакой награды не возникнет. Обида – это не более чем симптом синдрома жертвы, который не только не принесет вам ничего хорошего, но еще и может изрядно навредить вашему здоровью. Привычка думать, что вы еще не готовы. Завтра. Точно завтра. Ну край на следующей неделе. Ну следующий месяц – это прям 100%. Отмазки, которые знакомы всем и из-за которых мы постоянно топчемся на месте и не предпринимаем никаких конкретных действий. А все потому, что мы ждем самый-самый подходящий момент. Момент, которого никогда не будет. Идеального момента не будет ни завтра, ни на следующей неделе, ни в следующем месяце. Наполеон Хилл сказал очень правильные слова на этот счет. Не ждите. Никогда не будет идеально подходящего времени. Начинайте действовать немедленно. Используйте все средства, которые есть у вас под рукой. Лучшие средства и возможности откроются вам только тогда, когда вы уже хоть чуть-чуть преуспеете. Привычка винить других людей в своих неудачах. Почему нам проще обвинить в своих неудачах других людей или обстоятельства? Потому что это является самым простым способом снять с себя всю ответственность. Но в то же время это один из самых эффективных способов потерять контроль над своей жизнью. К сожалению, в наше время это является довольно распространенной практикой. Обвинять других людей для того, чтобы принять позицию жертвы и представить свой провал, как результат воздействия какой-то непреодолимой силы, с которой мы не способны справиться. Джордж Бернард Шоу как-то сказал, «Люди всегда обвиняют обстоятельства в своих неудачах. Я не верю в обстоятельства. Люди, которые прогрессируют в этом мире, это люди, которые встают и ищут такие обстоятельства, которые они хотят. И если они не могут их найти, они их создают». Привычка считать, что другим повезло больше, чем вам. Даже если это и так, то такая привычка приводит к зависти, которая сопровождается раздражением, злостью, обидой. Хотя порой мы этого стараемся даже не показывать. А эти подавленные эмоции, как известно, способны разрушить человека изнутри. Завидуя другому человеку, его успехам, его достижениям, мы часто принижаем себя, обесцениваем свой потенциал и возможности, из-за чего у нас пропадает какое-либо желание добиваться чего-то нового. Привычка избегать перемен в жизни. Очень легко застрять в колее, постоянно избегая чего-то нового. Поддаваясь страху перемен, человек упускает множество шансов, которые могут значительно улучшить его жизнь. Наша жизнь полна возможностей, а избегая нового, вы избегаете самой жизни. Многие вещи заслуживают того, чтобы их попробовать. Научитесь принимать любые изменения в вашей жизни, и вы заметите, как много новых возможностей откроется перед вами.